Здравствуйте! Зима не повод отказываться от походов на природу. Так считают любители активного отдыха, а их крайне мало. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как подготовиться к зимним походам. В первую очередь мы советуем зарегистрировать свой поход, а затем основательно подойти к подготовке одежды и экипировке, учитывая климатические особенности региона. Должно быть три слоя одежды. Нижний термобелье, на него надевается средний слой флис и затем верхний защитный слой мембранный, который защищает от внешних условий ветра, снега. Согреться в мороз отлично помогают портативные грелки для тела, теплоиды. Они очень компактные по размеру, легко размещаются в ладони. Конечно, нужно иметь защиту для глаз. Это очки и маска. В сильный снегопад и при порывистом ветре на лице должна быть маска. Очки не всегда защитят. В более спокойных условиях будет достаточно очков. В зимний поход возьмите с собой снегоступы. С помощью них вы не будете проваливаться в снег и сможете нормально передвигаться. Перед тем, как отправиться в поход, тщательно продумайте маршрут. Важно учитывать, что зимой у вас на пути могут быть препятствия в виде снежных заносов, лавин. Например, один и тот же маршрут летом легко проходить, а зимой при обильном снегопаде он становится непроходимым. Соблюдайте осторожность при переходе через плохо замерзшие речки, горные перевалы и лавиноопасные участки. В любых условиях умейте оказать первую помощь пострадавшему. Для большей безопасности по предварительной заявке оперативные дежурные аварийные радиосвязи краевого центра ГОИЧС помогут вам преодолеть ваш маршрут и круглосуточно будут находиться с вами на связи. Помните, в зимнем походе погодные условия представляют угрозу для здоровья и жизни человека. Подробнее об этом мы расскажем в следующем выпуске. Учитывайте данную информацию и смотрите рублику «Гражданская оборона», ведь если предупрежден, значит вооружен.